МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Омск здесь. О сложном мы расскажем просто, о важном без лишних слов. В ближайшие полчаса о главных событиях минувшей недели и о том, на что действительно стоит обратить внимание. Меня зовут Павел Ремнев. Здравствуйте. Тепленькое не пойдет, из-за чего в Омской области сорвано начало отопительного сезона. В ожидании конца света из-за аварии на изношенных сетях омичи могут остаться без электричества. Красивые политические фигуры, откровенные фото кандидаток в депутаты, которые не помогли попасть в парламент. Со стаканом по дорогам мы проверили, насколько качественно отремонтировали Омские улицы. Базар прекратить, как упорядочить стихийную торговлю на улицах и сделать из блошинного рынка достопримечательность. Газовые котельные в Омской области экстренно переводят на мазут и солярку. Из-за многомиллионных долгов муниципальных районов оказалось сорвано начало отопительного сезона в четырех районах. Омском, Рускополянском, Нововаршавском и Кормиловском. Около 10 тысяч жителей остались без тепла. Причина в долгах. На 1 октября районные тепловые компании по всему региону задолжали 339 миллионов рублей компании «Газпром Межрегионгаз Омск», которая поставляет топливо в котельные. Организация не собиралась снова снабжать местных коммунальщиков газом, но по решению районных судов сделать это обязано. По данным прокуратуры, в проблемных районах тепловые компании владельцы банкротили специально, чтобы не выплачивать долги. По факту совершения экономически необоснованных сделок, вывода денежных средств, имущества при наличии крупной кредиторской задолженности. Вот в Кормиловском и в Омском районах были такие факты выявлены. В Кормиловском районе в настоящее время возбуждены расследства уголовного дела. В Омском районе проводится доследственная проверка. Неделя вообще оказалась богатой на коммунальной аварии. В понедельник жители Амурского поселка на три часа остались без света, горячей воды и тепла. Электроэнергии не было в жилых домах, школах и детских садах. На резервное питание был переведен онкологический диспансер. Из-за отключенных светофоров образовались заторы. На дорогах произошло несколько столкновений. Причиной коллапса стала авария на линии электропередач. Запасная в этот момент была на ремонте. Авария произошла на линии, принадлежащей межрегиональной распределительной сетевой компании «Сибири». Ее специалисты не смогли оперативно прокомментировать ЧП. Между тем, в муниципальном предприятии «Омск Электр» говорят, состояние энергетической системы города ухудшается с каждым годом. Вероятно, сети просто не выдержали нагрузки. Сейчас их износ достигает 65%. Это, конечно, наследие отношения к сетевому комплексу на протяжении последних 25 лет. В постперестроечный период, когда в электросетевый комплекс деньги практически не вливались. То есть выделялись деньги на поддержание работоспособного состояния. Но мы понимаем, что есть предел, ресурс у всего этого. Мы сейчас работаем, по большому счету, за счет того, что было вложено нашими предшественниками в советское время. Один из примеров – подстанция Кировская. Это одна из старейших в городе. Оборудование изношено более чем на 80%. Его не раз хотели модернизировать, но так этого и не сделали. Если на объекте произойдет авария, то без электроэнергии останется не только Кировский округ, а практически все левобережье. Света не будет в школах, детских садах, больницах и жилых домах. Чтобы представить последствия, вот пример из Кузбасса. Как раз в среду там произошло массовое отключение, оборвалась одна из линий. Ее обслуживает МРСК «Сибири». Без электричества остались 35 населенных пунктов, включая города Мыски и Междуреченск. Закрылись банки и магазины, больницы перешли на резервное питание. Остановили работу шахты, из них срочно пришлось выводить горняков. Чтобы не допустить крупных аварий в будущем, в правительстве России потребовали от энергетиков заняться реконструкцией распределительных сетей. Уже к следующему году в среднем их износ не должен превышать 50%. Межрегиональная распределительная сетевая компания «Сибири» при этом продолжает требовать, чтобы ей больше платили за электричество. Через суд предприятие пытается вернуть в тариф для своих потребителей полмиллиарда рублей. Эту сумму уже исключила региональная энергетическая комиссия в Омске. Очередное заседание прошло в четверг. В прокуратуре считают, что на 490 миллионов рублей в прошлом году компания проводила корпоративную спартакиаду, сотрудники летали в Германию в командировке, даже экскурсии были включены. Также из кармана омского бизнеса оплачивались расходы на содержание Красноярского управления морской Сибири и даже затраты на страхование и лечение менеджеров. Омская региональная энергетическая комиссия пытается в суде отстоять низкий тариф. По статьям проверяют, за счет чего он мог быть завышен. Мы пришли к выводу, что все-таки то, что было запланировано, предприятие не совсем правильно расходовало. Причем у предприятия еще была выявлена экономия денежных средств, которую в принципе эту экономию не изымалось и предприятие может потратить на какие-то свои нужды. А вот эти расходы, которые на содержание аппарата управления в связи с отсутствием и обосновывающих материалов, и их экономической нецелесообразностью именно для осуществления филиала деятельности на территории Омской области, было все-таки признано, что эти затраты излишни и принято решение исключить из необходимой валовой выручки. Если посмотреть на проблему шире, становится понятно, что МРСК Сибири действует также во многих регионах. В Красноярском крае, Кемеровской и Омской областях энергетики требуют повысить тариф. В Хакасии компания судится с предпринимателями, а теперь еще и с правительством республики. Энергетики хотят взыскать более миллиарда рублей после того, как власти уменьшили тариф. А четыре года назад в Красноярске, где находится центральный офис МРСК Сибири, по данным Краевой прокуратуры, энергетики закладывали в тариф расходы на корпоративную газету и вечеринки для сотрудников. Потребители платили за операции в частных клиниках для работников МРСК, отдых на курортах. В 2012 году МРСК судилась с Министерством финансов Забайкальского края. Пыталась взыскать из бюджета более 700 миллионов рублей, которые исключили из тарифа региональной власти. И это при том, что в Крае и так один из самых высоких тарифов на электроэнергию в стране. У предприятий доля затрат на энергоресурсы доходит до 40% от всех расходов, сообщают в местной торгово-промышленной палате. Из-за этого бизнес вынужден перевозить производство или закрываться. Не судится МРСК Сибири, разве что в Бурятии. Может потому, что заместитель председателя правительства, курирующий энергетику, и директор местного филиала МРСК Сибири, отец и сын? Редкое согласие бизнеса и власти оборачивается тем, что для потребителя там киловатт энергии стоит в три раза дороже, чем, скажем, в соседней Иркутской области. Согласно бизнес-плану на четыре года, который утвердил Совет директоров МРСК Сибири, компания в 2016 году ждет убыток в размере почти трех миллиардов рублей. Но уже в 2017 экономисты корпорации ожидают существенный рост прибыли. Конечно, за счет потребителей. То есть нужно снова ждать роста тарифов и судебных разбирательств. Агрессивный стиль ведения бизнеса и ценовая политика могут обернуться для регионов ростом социальной напряженности. Программа «Омск здесь» будет следить за развитием событий. Мы обязательно расскажем о тех, кто попал в энергетические сети МРСК и пытается из них вырваться. Насколько могут увеличиться тарифы решает еще и городской совет Омска. Народные избранники определяют предельный индекс платы за коммунальные услуги. Но внимание мячей на этой неделе было приковано к горсовету совсем не поэтому. Все эти опубликовали снимки нового депутата от ЛДПР Екатерины Маленьких в откровенных костюмах. Самый невинный Банни Герл из журнала «Плейбой». Народная избранница оправдывалась еще студенткой, участвовала в костюмированных вечеринках, а гоу-гоу в клубах не танцевала. Впрочем, Екатерина не единственная, кто привлек к себе такое пристальное внимание. Мы составили небольшой рейтинг скандальной привлекательности партий. Антон Парахин собрал фотографии женщин, пытавшихся пройти в парламенты разных уровней и выяснил, чего лишилась российская политика. Третье место отдадим кандидаткам от политического меньшинства партий, не набравших проходной минимум. Против всех патриоты России, партия социальных реформ, народ против коррупции и так далее. Судя по аккаунтам в социальных сетях, большинство из этих дам не готовились к серьезной борьбе за мандаты и даже не почистили компрометирующие их фотоархивы. На втором месте «Единая Россия» среди кандидатов от партии власти все-таки больше политиков-тяжеловесов, которые заботятся о своей репутации. Впрочем, в этом году, как никогда, по всей стране активны были помощницы действующих депутатов. Но, пожалуй, единственным скандальным эпизодом можно считать выдвижение актрисы из шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой. «Если я умею следить за собой, то смогу и за городом, и за областью, и за страной», — нескромно заявляла несостоявшийся депутат от Свердловской области. Первое место присуждаем двум коммунистическим партиям и в КПРФ, и у коммунистов России немало спортсменок, комсомолок и просто красавчиков. От Магадана до Архангельска практически в каждом регионе партийные списки пополнили молодые, современные и раскрепощенные кандидатки. Однако добиться успеха на выборах в местные парламенты у большинства не получилось. При распределении мест приоритет отдали мужчинам, а девушкам только и остается ждать и верить, что соратники добьются успеха на более высоком уровне и освободят кресло. Вот именно так это случилось с Екатериной Маленьких. Впрочем, ее депутатство еще под вопросом судьбы мандата, на который претендует либерал-демократка, городской избирком будет решать в ближайшее время. Сейчас короткая реклама, а потом мы расскажем, почему беглый министр имущественных отношений сам пришел к следователям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радио Сибирь. Слушай себя. Радио Сибирь. Слушай себя. Радио Сибирь. Слушай себя. Экс-заместитель губернатора очень рассчитывает на показания экс-министра. Он, в свою очередь, на допросе заявил, что в сговор с Гамбургом не вступал, ни с кем из покупателей участков лично не знаком, а часть заявок и вовсе рассматривали вне стен департамента. Решение по апелляции будет вынесено на следующей неделе. Еще одно уголовное дело теперь уже в отношении депутата законодательного собрания Хабулды Шушубаева передали на этой неделе в суд. По версии следствия, народный избранник украл более 100 миллионов удольщиков микрорайона Ясная Поляна. По заявлению представителей Следственного комитета, он потратил их на цели со строительством несвязанные. Амичи и не подозревали, что финансировали пополнение автопарка семьи Шушубаевых. За 3 миллиона 300 тысяч рублей депутат купил себе лендровер, жене достался Мерседес С-класса. Цена официальных дилеров в зависимости от комплектации от 6 до 17 миллионов рублей. Столько же стоят 17 квартир в микрорайоне Ясная Поляна. К тому же на деньги дольщиков Шушубаев ремонтировал эти авто. Депутат следил и за своим здоровьем. Напряженная работа требовала от него регулярного посещения бассейна. Заводные процедуры тоже было заплачено из кармана дольщиков. Парламентарий не жалел чужих денег и на семью. За учебу брата в ВУЗе можно рассчитаться и тоже не из своего кармана. Средства Мемичи Шушубаев платил и за аренду рекламных конструкций, а остальные деньги он потратил на то, чтобы решить финансовые проблемы другой своей компании – Агротраста. Кроме этого, следствие подозревает, что от действия Шушубаева пострадал бюджет. По подложным декларациям государству пришлось возместить компании-парламентария налог на добавленную стоимость в размере более 900 тысяч рублей. Но тяжелее всего пришлось банкам, которые работали с предприимчивым депутатом. Ее фирма получила более миллиарда рублей кредитов, которые не вернула. Все это не помешало Хабалде Шушубаева переизбраться в региональный парламент. Вероятно, он пробудет там недолго, если суд вынесет обвинительный приговор. По закону статуса парламентария Шушубаев лишится. Во вторник в Омске официально закончился ремонт дорог. Асфальт заменили на 57 улицах Омска. Это 10% площади всех магистралей. На это потратили почти полтора миллиарда рублей. Чиновники провели приемку. По документам дороги сейчас в идеальном состоянии. Но так ли это? Мы проверили сами с помощью стакана и воды. В январе омичи признали улицу Лукашевича самой разбитой дорогой в городе. А уже осенью магистраль заслужила звание лучшей среди отремонтированных. Ей отдали голоса участники опроса на сайте Омск-регион. Эксперимент со стаканом, как способ проверить дороги после ремонта. Ходит легенда, что в Германии местные жители именно так оценивают качество обновленных магистралей. Суть простая. Если во время движения машины вода прольется, значит дорожники работали спустя рукава. Мы едем по улице Лукашевича. Дистанция 1 километр. Держим постоянную скорость 60 километров в час. По сравнению с дорогой раньше была и сейчас, даже если посмотреть на стакан, даже не колыхнется вода при скорости 60 километров в час. Весной о плохих омских дорогах говорил даже президент во время прямой линии. Начавшийся ремонт многие восприняли как реакцию власти на обнародованную проблему. Первые два этапа профинансировали из Дорожного фонда Омской области и бюджета города. А это 29 дорог. Остальные 28 магистралей отремонтировали за счет средств, собранных по программе Платон. Теперь задача властей сохранить дороги. Подрядчиков обязали выполнять косметический ремонт в течение четырех лет бесплатно. Но омский асфальт, как известно, сходит вместе со снегом. Нередко после первой же зимы. Если за покрытием следить, оно может прослужить до 10 лет. Любая трещинка, даже маленькая, поперек дороги обычно бывает, проезжая часть ее надо заделывать вовремя. Потому что она раскрывается. На каждом марте мы видим по 10-5 сантиметров трещины. Они разбиваются колесами. За дорогами надо вовремя ухаживать и вовремя перекрывать ее дополнительным слоем асфальта, бетона. Но на это нужны деньги. Если дорожники будут с деньгами, то и дороги будут хорошие. Эксперимент мы продолжаем на улице Красных Зорь. Ее также отремонтировали этой осенью. Здесь сразу после ремонта выявили 19 провалов. Коммунальщики ремонтировали трубы. Восстановить покрытие теперь можно будет только следующим летом. Небольшие неровности на этой дороге мы чувствуем, но тем не менее вода проливаться не спешит. Как показал наш эксперимент, большинство дорог все-таки ровные. Впрочем, это только сейчас. Окончательные выводы о качестве ремонта можно будет сделать весной. Погода и отрицательные температуры уже испытывают на прочность омские дороги. Ну а здесь вода точно расплещется. Да и сам стакан не выстрел бы, если бы не скотч. Однако это, пожалуй, самое дешевое, что можно разбить на такой дороге. Поломки в непролазной грязи частного сектора не редкость. Но о 350 километрах грунтовых дорог Омска в этом ремонтном сезоне, похоже, забыли. Возможно, в будущем средства найдут и на то, чтобы заасфальтировать улицы и в частном секторе тоже. Омск претендует на получение беспрецедентных средств на содержание дорог по 2 миллиарда рублей ежегодно до 2025 года. Благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», в которую вошел регион. Главное условие к миллиарду, который будет перечислен из федеральной казны, областной бюджет обязательно должен доплатить еще миллиард. Мы продолжим через минуту. Оставайтесь на продвижении. «Безопасные и качественные дороги» «Безопасные и качественные дороги» 101.0 FM в Омске Радио «Сибирь» 103.9 FM в Омске На омских рынках открылись ряды для фермеров и дачников, чтобы те сами, без посредников, могли торговать своими продуктами. А вот место, где горожане могли бы продать ненужные вещи, до сих пор в Омске не появилось. Был стихийный рынок, его называли хитрым. На торговцев постоянно жаловались жильцы домов по соседству, продавцы мусорили и занимали много места. В 2013 году чиновники оттеснили рынок к заброшенным цехам завода имени Баранова. Впрочем, там он тоже мешает. Стоит ли бороться с несанкционированной торговлей, выясняла Алена Бензик. Вот, пожалуйста, гирьки, гантельки, ключи. На вопрос «Сколько стоит» Михаил Бакеев отвечает «А сколько не жалко». На уличном базаре он торгует уже не первый десяток лет. Говорит, здесь любая мелочь рано или поздно найдет своего покупателя. К импровизированным лоткам на тротуарах, газонах и даже проезжей части в выходные дни приходят все, кто хочет поторговаться или обменяться. А Ленина бы вы на что променяли? Променял, на Сталина. На развалах смешались вещи разных эпох. Старая утварь, одежда, книги. На блошиный рынок специально приходят ценители антиквариата. Хохламу вот приобрел. Выходит в 80-е годы. И вот самовар еще приобрел. Такие вещи не купишь в магазине. Такие вещи только здесь можно купить. Вот, наверное, поэтому сюда и приходим. Скорняк во втором поколении Виктор Гринюк мерзнет здесь по выходным не от хорошей жизни. Открыть свое ателье пенсионеру не под силу. Был предприниматель, разорился. Аренда, налоги. И то есть 10-е. Разориться из-за соседства с барахолкой боятся предприниматели. Бизнесмены жалуются, что стихийная парковка у торговых рядов мешает проехать клиентам СТО. Грязь и антисанитария на блошином рынке отпугивает даже самых стойких. Видите, сколько народу после нисколько мусора. То есть, опять же, не решена же проблема с туалетом. Они все ходят за гаражи. Либо еще куда-нибудь. Ну, либо вон туда, где лес. Соседство с базаром, похоже, не мешает лишь чиновникам администрации Октябрьского округа. Муниципальные служащие в выходные дни не работают. Но, уверяют, барахолка дорого обходится. За счет бюджета здесь поставили биотуалет, контейнер для мусора, оплатили даже частную охрану. Но с каждым годом стихийный базар все сложнее контролировать. С 2013 года ярмарка существует на территории администрации Октябрьского округа. За этот период, по нашим наблюдениям, количество торгующих увеличилось примерно с 300 до 1000 человек. Сегодня торгующие занимают земельный участок площадью порядка 10 тысяч квадратных метров. И количество желающих, или, может быть, количество ассортиментов у них товаров, он растет. Соответственно, в рамках данного земельного участка им становится тесно. Один биотуалет на тысячу человек и четыре штрафа за торговлю в неположенном месте за два выходных дня. Не самые эффективные меры организации уличной торговли. А между тем сюда можно водить экскурсии, считает архитектор Илья Заливухин. Кроме какой-то коммерческой заинтересованности у города, да, то есть это аренда каких-то общественных пространств, которые могут организаторы в этом рынке или как-то там частным порядком, да, можно оплачивать свое место на этом рынке. Но в то же время еще социальная заинтересованность, то есть люди получают некую такую интересную точку в городе. Дизайнер Павел Потапов говорит, что блошиный рынок больше, чем шопинг, азартнее, чем спорт, познавательнее, чем экскурсия. Потому такие стихийные базары за рубежом все чаще попадают в туристические путеводители. На крупнейшей в мире лондонской ярмарке Павел не смог пройти мимо лавки с шрифтами итальянской типографии 70-х годов. Это просто такой туристический аттракцион. Кто-то составляет слова, кто-то покупает оборудование. Просто какие-то красивые объекты, которые можно прийти домой на полочку поставить. А омские чиновники уже больше десятка лет безуспешно борются с тем, что искоренить невозможно. Закрытая в одном месте ярмарка неизбежно появится в другом. Алена Бензик, Алексей Попов, Евгений Русенко, Александр Лысак. Омск здесь. А на рынке продуктов новый тренд в диетическом питании. Полые сосиски, шутят пользователи социальных сетей. Их, как утверждает автор публикации, купили в Омске на советском рынке. Производитель Екатеринбургская компания Доброгост позиционирует себя, как производителя настоящих мясных деликатесов. Это хотя бы не опасно для здоровья, скажут десятки людей, которые обнаружили в еде стекло, плесень или паразитов. Ольга Качкурова собрала самые запоминающиеся случаи. Комплимент от производителя. Так пользователи социальных сетей прозвали продукты с чем-нибудь, чего в заявленном составе не было и быть не могло. Так амичка Людмила Киселева поделилась фотографией своего несостоявшегося обеда. Килька оказалась не только с томатом, но еще и с кусочком резиновой перчатки. Девушка жаловалась производителю. На заводе пообещали компенсацию, но так и не заплатили. Со мной связался сам представитель завода, тоже очень сильно извинялся, сказал, что он уладит данный вопрос в течение дня. В итоге на данный момент прошло уже полторы недели, ну и со мной, соответственно, никто не связывался больше. Не дождались извинений покупатели крепкого напитка с тараканом. Если не растворился, то водка хорошая, подбадривают в интернете автора публикации. Мертвые насекомые, кстати, по данным Роспотребнадзора, в еде попадаются чаще всего. Вот еще один такой пример. Эти сардельки тоже с тараканом, а мячи нашли на прилавке крупной федеральной сети супермаркетов. Черви в рыбе, рыбной икре или рыбных консервах. Еще один распространенный сюрприз от производителя. Впрочем, технологи уверяют, паразиты для человека вполне безопасны и даже полезны, как высокобелковый продукт. Паразиты там являются уже неживыми. Хотя вы можете увидеть личинки, особенно, допустим, в печени. Все говорят, в морской рыбе нет паразитов. Есть они. А в печени тресковых и в других видах. Но они уже отварные. Они являются белковой пищей. Улучшают наш пищевой рацион. Не реже люди жалуются на продукты с плесенью. Нет, не особые сыры, а, к примеру, вот такой мандариновый сок. Другие покупатели жалуются не на то, что нашли в еде лишнее, а на то, что не увидели обещанного. Эти полые сосиски продали амички на советском рынке. А гамбургер без котлеты в популярном ресторане быстрого питания. В этом году специалисты регионального управления Роспотребнадзора приняли 52 жалобы от амичей на инородные предметы в продуктах. Горожане находили известку в твороге, стекла в напитках, моль в крупе и человеческие волосы в уже приготовленных блюдах. В одном из салатов, приобретенном в Омском супермаркете, обнаружился даже окурок. За такие неприятные и даже опасные находки производителей штрафуют на сумму до 300 тысяч рублей. Но сюрпризы не всегда бывают неприятными. Так, например, автор этого поста, обнаруживший в консервной банке красную икру вместо кильки, ни в магазин, ни в Роспотребнадзор с жалобой не пошел. Ну вот тут уж действительно жаловаться не на что. А мы рассказали вам о том, что сами считаем важным и интересным. До встречи на следующей неделе. Только хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому